Диана Шилова Научное событие международного масштаба прошло в Академии наук. В Казани и Москва обсудили пути развития университетов. Медицинский прогресс в КФУ придумали новое лекарство. В Академии наук Республики Татарстан прошла международная конференция, проуроченная к празднованию столетия образования ТАСССР. Лейтмотив конференции ты узнаешь в следующем сюжете. Международная научно-практическая конференция внешней связи регионов Российской Федерации «Опыт Республики Татарстан» начала свою работу. Пленарное заседание прошло 2 ноября в здании Академии наук Республики Татарстан. Всего конференция продлится два дня и закончится 3 ноября. Конференция проходит в рамках подготовки к празднованию столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики и призвана дать оценку результатам развития региона. На пленарном заседании выступил Эльшат Гафуров, ректор Казанского Федерального Университета. В своих приветственных словах ректор рассказал о достигнутых успехах университета, а также прокомментировал, как развитие университета влияет на республику. Тема выступления, с которой я хотел выйти, это международная деятельность Казанского Федерального Университета, ректором которой я являюсь как инструмент интеграции Татарстана в мировое научно-технологическое и социально-культурное пространство. Вы знаете, вопрос о месте и роли международного сотрудничества в области науки и образования, наверное, надлежит рассматривать контекст и усиление процессов его интернационализации. В настоящее время многие страны, вне зависимости от уровня их доходов, делают ставку на научные разработки образования и международное сотрудничество в этой сфере, как необходимые условия их движения вперед. Ожидается около 200 участников, среди которых представители органов государственной власти, международных организаций, а также послы иностранных государств. Результаты и рекомендации участников конференции должны составить существенный вклад в формирование и реализацию комплексов федеральных и региональных стратегий социально-экономического развития. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюс. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров встретится с главой Московского Педагогического Государственного Университета Алексеем Лубковым для обсуждения путей развития двух вузов. Итогом встречи стало заключение сотрудничества между университетами. Подробнее в следующем сюжете. 1 ноября ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров и директор Института Психологии и Образования КФУ Айдар Калемулин посетили Московский Педагогический Государственный Университет. Вуз отмечает свое 145-летие. Ильшат Гафуров встретился с главой Московского Университета Алексеем Лубковым для обсуждения путей развития двух университетов. Итогом этой беседы стало заключение соглашения о сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие в области организации совместных проектов и исследований, проведение конференций и форумов, а также взаимопомощь в реализации стратегии развития обоих вузов. Казанский университет готов предоставить для этих целей современные лаборатории научно-образовательных центров САЕ «Учитель 21 века», моделирующие современные школьные кабинеты физики и химии, и другие средства для обучения. Делегация МПБГУ во главе с ректором уже посетила все эти объекты 5 сентября в рамках ознакомительного визита в КФУ. Тогда же были достигнуты договоренности о всестороннем взаимодействии. Я надеюсь, что с помощью Казанского федерального университета, вашего института, мы сможем реализовать и совместные проекты. Это будет во благо российскому образованию, во благо нашего молодого поколения, будущего нашей страны. Реализация соглашения начнется в самое ближайшее время. Артем Тупичкин, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ состоялась конференция-конкурс имени Толстого. Победители конференции получат дополнительные баллы при поступлении в Альмаматор. 2 ноября в Казанском федеральном университете состоялась Российская научная конференция учащихся имени Льва Толстого. Торжественное открытие состоялось на базе Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. Мы уже со школьной скамьи начинаем выявлять таланты, которые потом могут сыграть свою роль в системе образования, внести огромный вклад в науку, потому что таланты, они всегда есть, их просто надо выявлять, им создавать условия, чтобы они могли развиваться. Конференция имеет широкую гуманитарную направленность, и принять участие в конкурсе приехало свыше 270 учащихся, 8-11 классов школ, ИСУЗов из Татарстана, Башкортостана, Республики Саха и других регионов нашей необъятной страны. Название, наименование конференции имени Льва Толстого, оно, конечно, предполагает, прежде всего, широкую гуманитарную направленность этой конференции, и поэтому всего мы разделили участников по 18 секций, они тоже достаточно большие, насыщенные, участников у нас около 300 человек. Лучшие научно-исследовательские работы учащиеся будут опубликованы, победители и призеры конференции будут отмечены дипломами первой, второй, третьей степени. Стоит отметить, что 2018 год в Казанском федеральном университете объявлен годом Льва Николаевича Толстого. В честь этого в университете придет масса мероприятий, посвященных юбилею великого писателя. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Ученым Казанского университета удалось сделать то, что до недавнего времени казалось нереальным. Созданная ими экспериментальная генная терапия способна вылечить лошадь от хромоты в течение всего лишь нескольких недель. Как ученые поднимали на ноги пронакопытных спортсменов и какое будущее теперь ожидают данные исследования, выясняла Аделя Шилова. Травмы в конном спорте дело обыденное. Однако не на все проблемы современная ветеринария способна найти оперативные решения. Изучив проблему более чем просто детально, ученые Казанского федерального совместно с коллегами из Ноттингемского университета и Московской академии ветеринарной медицины и биологии выяснили, что восстановиться парнокопытным друзьям человека поможет генная терапия. Проведенные исследования показали, что введение генового препарата в поврежденные сухожилия и связки у лошадей приводит к полному восстановлению всех функций всего за два месяца. Чтобы избежать нежелательных иммунных реакций, оба гена были получены от лошадей, что привело к биосинтезу естественных белков у животных. Кроме того, оба рекомбинатных гена были клонированы в одну плазматную ДНК. Это молекула ДНК, в которую мы с помощью методов генной инженерии встроили различные гены. Это гены, которые кодируют факторы роста. Один из факторов роста кодирует, например, вызывает рост сосудов кровеносных. Другой фактор роста может вызывать рост кости, либо рост соединительной ткани. В эксперименте были задействованы животные, получившие травму и ставшие впоследствии хромыми. В течение трех недель терапии они уже могли полноценно ходить, а уже через два месяца вернулись к соревнованиям. Исследование показало, что ткань в конечностях полностью восстановилась. Лошади были абсолютно здоровы. Немало важно, что в ходе научной работы не было обнаружено никаких побочных эффектов. Уникальным подходом в нашей терапии это то, что мы используем сразу комбинацию терапевтических генов. Большинство генных препаратов, которые сейчас разрабатываются, они используют только один какой-то ген. Мы делаем коктейли из генов и вводим сразу два гена. Пациентами клиницистов и исследователей были лошади спортивных пород, участвующие в соревнованиях. Одной из них Рингу Ван Хофтер Нилен. Еще одна пациентка Афродита. Через два месяца после введения препарата участвовала в чемпионате Европы, где заняла командный приз среди юниоров. Но на полученных результатах научная работа ученых не заканчивается. Международная группа исследователей показывает обнадеживающие результаты в использовании генотерапии среди нейродегенеративных и ишемических заболеваний. Здесь мы не только проводим исследования на маленьких лабораторных животных, таких как крысы, но уже совместно с Казанской государственной ветеринарной академией проводим работы на свиньях. А свиньи, как вы известно, они и по размерам побольше, и по своему строению более близки к человеку. Все исследования, которые проводятся учеными КФУ на животных, одобрены этическим комитетом Казанского университета и соответствуют всем международным требованиям по биоэтике. В настоящее время учеными начат проект по разработке новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний у домашних питомцев. Например, уже известно, что у собак развиваются такие же онкологические заболевания, как у людей, а существующих методов лечения пока недостаточно. Поэтому учеными КФУ разрабатываются специальные персонифицированные методы лечения наших четвероногих друзей. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все новости на сегодня. Не забывай слить за последними новостями от команды Универньюз. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова